Между конкурирующими фракциями, эта ночью вновь вспыхнула борьба. Дорогая, как там жаркое? Почти готово, дорогой. Ну и дела, пап. Звучит совсем близко. Пап, они остановились прямо перед домом. Что происходит? Итак, ладно, давайте просто успокоимся. Я позабочусь об этом. Рад видеть вас, ребята! Начальник пожарной охраны Билл здесь. Почему бы вам не зайти? Я не против. Настоящий пожарный... Верно, принцесса. Я скажу, у вас прелестная семья. Спасибо, начальник пожарной охраны Билл. Чем мы можем вам помочь? Ну, сейчас идет неделя национальной пожарной безопасности. Я хожу из дома в дом и еще возможные пожароопасные источники. Вы не против, если я проведу тут небольшую инспекцию? Это бесплатно. Давайте. Сынок, твой папа все время курит трубку? Да, сэр. Трубки, сигареты. Первостепенная причина пожара в домах. Позвольте вам кое-что показать. Конечно. Предположим, однажды ночью вы идете спать на диван, и ваша трубка выпадает из руки вот так. Затем вам снится, что у вас небольшое барбекю, и вы выжимаете емкость с жидкостью для розжига. Бум! И вы слизы соревнований. Огонь! Что? Эй, начальник пожарной охраны, Билл, у вас горит палец. Это пустяк. Я столько раз был в огне, что я больше этого не чувствую. Секрет в том, чтобы не паниковать. Огонь! Это... Ваш друг! Смотрите, что я нашел. На станции мы любим называть это осьминогом. Позвольте вам кое-что показать. Вынимаем это. Это становится открытым электрическим выходом. Предположим, сейчас, после обеденного времени, и у вас в руке вилка. Кто-то говорит, эй, стая гусей, где? Где? Начальник пожарной охраны, Билл, вы в порядке? Шутите? Меня било током 19 раз. Это ужасно. Не совсем? Мне начинает это нравиться. Отлично, все. Идем на кухню. Итак, на кухне находится наибольшее количество возможных источников пожара. Первый раз я спонтанно воспламенился, когда был на кухне, мало отличающийся от этой. Это была одна из всех горячих ночей. Я открыл холодильник, и бум! Рвануло, как бочка пороха. Хорошо, что я знал, как надо падать и кататься. У вас рука в огне. Так и есть. Это верный знак того, что газовый поток был неправильно отрегулирован. Итак, предположим, что вы заразились каким-то вирусом. Вычите коробку с носовыми платками, но ее тут нет, и уже слишком поздно. Далее, ваш газ уходит в воздух. Тут ваш дом ударяет метеорный шторм, появившийся абсолютно неожиданно. Один из тех горящих, крохотных малышей залетает прямо в кухонное окно, а у вас как на зло в руках спинчика. Вы же не сожрете ее, правда? Не волнуйтесь, ребята. Я начальник пожарной охраны. Все сгорело, мамочка. Все будет хорошо, милая. Все, что у нас было, осталось там. Ладно, ребята, пойдем. Все будет в порядке. Они продолжают строить их выше и выше, правда? Эй, сосед! Это у тебя деревянное погрызе на крыше? Позволь мне кое-что тебе показать.